Что касается сегодняшней ситуации с банками, то она не может не настораживать, потому что если мы помним 2008 год, он знаменовался как раз поддержкой банков, попыткой противостоять кризису, не сломать ту систему, которая сложилась на тот момент. Сегодня мы видим нечто обратное, мы видим огромное доминирующее влияние негативное со стороны общемирового кризиса, свои собственные проблемы, в том числе и проблемы, связанные с Украиной, продолжают нагнетаться в стране, а руководство Центрального банка, как регулятор, отвечающий вообще за банковскую систему в целом, делает вид, что ничего не произошло и продолжает молотить российские банки, с легкостью которой заставляет задуматься вообще о способностях регулятора правильно оценивать ситуацию. Банки и банковская система это очень тонкий самонастраивающийся механизм, который готовы и могут разрушить любые из тех, кто хотел бы вообще дестабилизации в стране. И вот сегодня вот эта череда отзывов банков, она на мой взгляд направлена не на очищение структуры, которое необходимо, очищение необходимо, уменьшение количества банков необходимо, но не в этот момент, не в момент, когда ты экономику чувствуешь, так сказать, в состоянии очень тяжелом и болезненном. Переждите, сделайте паузу, не давайте сегодня специальных сознательных толчков для того, чтобы продолжать душить банки и убивать их на корню, потому что за ними стоят живые люди, за ними стоят клиентская масса, за ними стоят юридические лица, которые так или иначе связаны контрактами и займами с этими банками. Зачем вы это делаете в этот момент? Выйдем из ситуации, можно будет продолжить очистительный процесс, но сегодня это усугублять негативную экономическую ситуацию в стране. И более того, при всем моем уважении к регулятору, коррупция, которой подвержено, так сказать, все наше общество, к сожалению, коснулась в очень большой степени и системы регулирования наших банков, и Центральный банк, к сожалению, вместе со своими главками, не исключение из этого общего правила. Более того, я вам хочу сказать, что такой институт, как главки в Центральном банке, существует собственно сам Центральный банк, существуют главки и существует отделение. Главки – это та самая прослойка, которая позволяет Центральному аппарату не мараться во взаимоотношениях с банками, а выполнять то, что нужно силами вот этих главков. Главки – это некий инструмент, ни за что не отвечающий и несущий очень большую долю ответственности за все то негативное, что происходит сегодня в стране.